Дневник за 7 мая. Сегодня был суд, который решил меня оставить здесь, ну, по моей просьбе. Сегодня новая пациентка, алкоголичка, видимо, которая тут же включила музыку прямо около моей двери в фойе. Я тут... Разместили меня с месофонией почему-то в самом шумном месте, вот прямо в эпицентре. Ну, конечно, не специально, потому что, ну, была вот эта комната у них под рукой. А я вот не сообразил, что здесь вот место сбора, так сказать, всех, и выход во двор, где они все кучкуются, курят, там, музыку включают. Я как бы постоянно им мешаю. И вот новой пациентке требуется заново объяснять. И сейчас заново этому Софиану, ну, молодому толстому, объяснял. Хотя я уже всем вам объяснял, это не по раз в 10, наверное, уже, что для меня тихая музыка даже хуже, чем громкая. Потому что громкую я слышу ясно, а тихую я слышу неясно. Поэтому мой мозг пытается энергию, мелодию восстановить, то есть лишнее тратит энергию. То есть нет у меня фильтра против этих вот, вот этого тембра, вот этих электронных некачественных устройств. И я помню даже был где-то в лесу, и где-то провода звенели так, что мне мелодия от них приходила. Я думал, ну, неужели это мелодия какая-то где-то кто-то играет. Нет, это провода. Так свистели мелодично, что у меня все время разная мелодия приходила, мозг интерпретировал, но быть бы мне композитором, если бы было образование и абсолютный слух, но нет. Ну, композитором музыка от пичек приходила, в общем, нормально. Ну, так вот, сегодня перед судом я как раз закончил письмо свое, доктор, опубликал на LiveJournal, ссылку прикреплю к видео. В общем, поверили меня на суд, санитар, что посмотрел на мой мобильник, но в риме с ним в бюджетских отношениях я, в общем, записал звук и положил на друг бокс. Известно, где он лежит, и всем ссылка давно опубликована. Ну, в общем, адвокат сразу разочаровался, месье Костс. Я еще пошутил, месье Костс, но не paid. Ну, то есть, месье стоящий, стоимый, но не оплаченный. Я спрашиваю, ну, вы не против меня? Я говорю, ну, вы не да и не нет. Я вообще принципиально против бесплатных адвокатов. Какой же этот адвокат, если я ему не заплатил? Ну, судья тоже как-то сразу как-то погрустнел, когда я стал просить, чтобы меня от судья не выписывали. Ну, то наоборот, для того, чтобы защищать права, типа, вот, освобождать людей, да? Или я что-то проявил люди, ну, какие-то там. Вот. Ну, и все они такие грустные, но письмо мое отказалось прикрепить к делу. Ну, они посмотрели сначала адвокат, потом судья. Еще адвокат такой, как какой-то охранник для судей. Вот он так, с армией, маной руководил, чтобы я там сильно не рыпался и голос не повышал. Ну, в общем, кончился суд, потом мне принесли. Я, кстати, санитара просил, чтобы это письмо напечатать, отдать доктору, чтобы он доктор попросил меня переместить в тихую комнату, потому что я в самой шумной, наверное, комнате. В одной из самых шумных. Там есть тихие комнаты, в конце коридора там общение. Я бы ничего не слышал. Я бы вообще было полное счастье здесь. Тут еще сосед, вот, напротив меня, металист такой, носит металлические всякие штуки, высокий. Лицо такое чуть ли не коричневое, видимо, алкоголик. И такой агрессивный, агрессивноватый. И старушка, как я, господи, господи, дебиан, ну ладно, вот эта старушка, которая, шапогрячка, она как бы ими всеми манипулирует и как бы меня стравливает со всеми. Ну, у нее такой характер. Ее муж обокрал, которая с ним 8 лет прожила. Ну, наверное, заслужила. Она такая вот вредная, такая вот, она такая подлая такая. И она такая вот, у меня на ней уже аллергия. У нее голос громкий такой. И она села вот тут в фойе, а те сидят во дворе. И она в метрах в 5-6 с ними разговаривает. Естественно, голос громче, 1-2-3, 1-4. Естественно, он тут как бы, и она любит по часу, по два о чем-то разговаривать. Ну, пойди к ним туда пересядь, ну, пойди оденься, пересядь к ним. Вот сиди вот в двух хотя бы метрах от них. Нет, она сидит там в 5-6 метрах даже больше. Ну, о чем можешь сегодня рассказать? А, ну, сегодня вот этот мальчик Софиан толстенький, который такой добродушненький, он заснул за столом, сидит в своей iPhone 5 одежде. Я боялся, что он его уронит на пол, на бетонный пол. И взял так осторожно его положить на стол. Он так вступенулся с такой злобой на меня. Типа хотел украсть телефон. Ну, типа он так вроде как вякнул. Я говорю, да я хотел на стол положить, чтобы ты его не разбил. Ему там другие по-французски объясняют. Другие сразу поняли они. Ну, в итоге он так отошел. Я говорю, алис гуд, алис гуд, алис гуд. Сейчас, кстати, он опять включил музычку уже, в которой она не делает вид, что не понимает. На самом деле им просто хочется вот слушать вот и все. Ну, наушники мне разрешают кому-то, кто-то, суицидник, кто-то, что-то. Ну, я ему говорю, мне... А, потому что записывал. А, так вот, что я думаю. Я вот думаю, что пошел сейчас санитар, готовлю ту тихую комнату для чернокожего. Но пациенту говорю, ну, переместить мне сюда мы не можем. А врачу этот санитар, видимо, не передал. Ну, просто лень после меня комнату чистить. Я так понял. Когда мне приносили уведомление, что будет суд, ну, решать, ну, это сегодняшний суд, я просил, чтобы мне объяснить, потому что я по-французски не понимаю. Это женщина, которая принесла с таким презрением, на меня посмотрела с таким омерзением. Вот. И эти тоже санитарки молчат там про в среду. Видимо, в среду от меня выпишут. Видимо, она, я так думаю. Вот. Ну, какие планы? Планы у меня такие. И уйти от всего этого. Ну, было, было такое настрой у меня. Ну, общество, если убивает, нет противоядия, потому что мы не можем жить вне общества. Ну, к сожалению, я оказался в такой роли, в таком положении, что среди тех, которых особо, ну, как мусор этого. Просто их вот всех заодно вот от них избавляется. Поэтому тут прыгай, не прыгай, кому нужен. Вот. Поэтому, ну, я хотя бы решил, что уйти из жизни... Вообще-то банально. Это неинтересно, честно говоря. В этом нет ничего особого. Просто уйти из жизни так, чтобы максимально живя, как бы, максимально живя, живя из живых, как бы, уйти из жизни, как бы. Я просто надеялся, что, ну, боль преградила этот уход, такая сильная боль, что я не мог спать. Это... Инстинкты жизни сказали столь сильны, что они сильнее общества. Они не дали мне уйти, но еще мне не дало уйти. Это... Жалко мне было. Мои вещи, всего около тысячи долларов, все эти мои наличка и все вещи. И хотел оставить своим знакомым этим детям, Страсбуро. Ну, завещание-то я написал, но СМС-ку случайно отослал этому знакомому, уникальному учителю. Слухой физкультуры университета Страсбуро. А он такой тоже сделал вид, что я ничего не понимаю, ничего не понимаю, ничего делать не буду. Ну, такой, ни при чем я. Ну, ее попросил СМС-ку переслать 29-го числа, апреля, день, годовщина четвертой смерти моего брата, этой соцработницы в Страсбург, чтобы она уже как бы приехала, и я уже должен был бы мертв, но я Борсука убил, он мне дал жизнь и жизни. После Борсука что-то я пошел уже хлеба, попросил опять жизнь.